да друзья здравствуйте и на еще один open house сани вели мы собственно не собирались сюда зайти но ехали мимо и вдруг увидели написано ховард блум ховард блум мы с ним пару раз там покупали продавали что-то много-много лет назад ну скажем так 17 18 у нас не такие добрые воспоминания и мы подумали надо зайти первая мысль была что может быть самого ховарда здесь не так и там какая-нибудь девочка представляет его какой-то проект но оказалось что он тут и мы подумали ну вот значит судьба покажем дом тут тьма народу в этом доме почему тут тьма народу потому что он недорогой он стоит миллион четыреста вот вы видите вы видите ховарда вот он слева вот тут дом у него сколько они там хотят за него давайте поближе возьму так это миллион пятьсот они за него хотят и три бедрома два батрума как бы по местным понятиям недорого и вот вы видите поскольку недорого то набежало много-много народу давайте так вот так вот разойдусь вот отсюда вам покажу что творится я босиком ноги мерзнут вот светланов болтают они с ховардом болтают повраться и сей хай to our viewers потрясающий мужик совершенно всю жизнь в real estate он специализировался когда-то кондо и town house в mountain view вот это то как мы с ним познакомились когда-то вот а дальше он как-то так расширился и стал другими делами тоже заниматься и за пределами mountain view и домами иногда дорогими домами и так далее то есть вот но начинал он когда-то с этого так bedroom небольшой собачкой а из домах ведь какой вид хороший раз на участок такой может выйдем действительно давайте может быть выйдем так посмотрим участок не безумно большой такой вот он я сказал что совсем даже небольшой так ну и там может быть мы посмотрим ну да тут скромненько все и домик старенький в общем то может быть тут немножко подделанный света нам даст более точное объяснение того что с домом происходит хотя мне кажется на вместо того чтобы стоять дом болтает с ховардом а вот видите вот на полу там это кедр вот моль отгонять это очень принято было когда так строить для шкафа платинового так но чего у нас тут еще еще один bedroom такой детский как бы кроватка маленькая вы видите пол это вот раньше так делали такие полы с деревянными гвоздиками там вот видно эти точечки темненькие деревянными гвоздиками их сбивали свет что ты скажешь про этот домик ну стареньким да ну здесь много элементов таких вот вот как как вот это например да да мы жили в похожем доме до похоже построенном доме жили бедрум мастер бедрум там вот сзади туалет действительно вот это возвращает меня воспоминаниями в какие такие времена вот но я не был здесь 60-е например но я видел много домов построенных 60 60 в конце пятидесятых вот этот такой дом это такой дом ну так ведь отдают же недорого за полтора миллиона всего эти как вот это все тоже это все из тех времен вот это все из тех времен и раковина вот если экранчик такой все оттуда и вот и это вот розовенькая это тоже все оттуда так мы как бы путешествие во времени такое совершаем вот там кухня вы видите ну да и камин вот мы в нескольких домах жили вас точно такими же каминами сейчас уже их никто особо не не запаливает но можно при желании можно смотрите вот гараж такой ховард с телефона в горы чтобы там народ я решила ему не мешал разговаривать вот так вот так живет америка друзья так она живет вот лестнице видите тут за ним за ниточку потянуть лестница вниз пойдет и можно будет наверх собраться это тоже вещи старая таких таких сейчас не найдешь ну может это тоже бобре недалеко уходит ok great call me when you get back you can put clothes in here just so that this new i i thought this like 50 years old old no no these are very expensive so yeah this is new Светлана, что скажешь про дом? Ты знаешь, что этот дом мне очень напомнил наш самый первый дом в Лос-Алтас. Такое, знаешь, теплые ностальгические чувства. Такой домик-боровичок, построенный в 50-х годах. Ну, что сказать про него? Я, честно говоря, на него сильно не смотрела, не ходила там по спальням. Потому что мы провели время общаясь с Ховардом. Он нас помнит, мы его помним. Он говорит, ладно, в 2000-ом году или в 99-ом даже покупал и продавал кондо в Mountain View. И мы с тех пор периодически видимся с ним на опенхаузах. И, в общем, раскланиваемся, расшаркиваемся. Поэтому я особо не смотрела. За исключением того, что там немножко запашок есть в этом доме. Что, в общем-то, возьмут какие-то усилия, чтобы от него избавиться. Ну, ничего страшного. Может быть, просто проветрите. Там вот и не заснял, конечно. А там есть очень интересное окно. Вот пойди засними его. Какое? Так как у нас было вот в Саратоге. Окно не сплошное. Оно сделано из таких поворотных стеклянных штучек. Кошмар, да. Да. И дело в том, что тем временом считалось, что здесь теплый климат. И как бы не нужно зимой там закрывать все. Сейчас ставят двойные окна всюду, чтобы тепло не выходило. Изоляция была, да. А это окно вообще никак не закрывается. Просто такие поворотные стеклянные. Как шторки. Не хочу. У меня тяжелое вспоминание. Хорошо. Ладно, Света. Так что я очень была так тоже опять. Это ностальгическая очередь, что мы проходили. У нас тоже были такие окна. Холд собачий с этими окнами. Они, поскольку всегда пропускают холодный воздух и горячие тоже. В общем, с ними беда и летом, и зимой. Пошли дальше. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова